Дышать канализацией устали, говорят местные. Этим мутным ручьям нет ни конца, ни края. Очистительная станция обслуживает этот коттеджный посёлок больше 25 лет. Сюда же стекает канализация и от Ящерного института, и от всей жилой застройки Юревца. По словам местных, насосы и трубы станции уже не справляются с содержимым. Поменять гнилые сети люди много лет просят водоканал, но пока безрезультатно. Постоянно вызываем, рвутся водопровод. Вот это вот затопит нас канализация. А почему нас не должно волновать? Мы же летом не можем форточки открыть, чтобы как-то подышать воздухом. Здесь такой смрад стоит. Они не делают сварку этой железной трубы. Они забивают деревянные чопики. Зарыли и опять уехали. Через 2-3 недели новый порыв. И вот таким образом они нас мучают уже несколько десятков лет. Запахи чувствуются, и даже сейчас. Вот вы, наверное, чувствуете эти запахи. Особенно это ощущается вечером, когда начинает немножечко темнеть. И это, видимо, спускают. Мутные ручейки стекают сначала в местную речушку Родионовку, а потом, вероятно, в Содышку. А еще здесь рядом родник. И люди эту воду пьют не кипяченой. Рассказать о работе канализационно-насосной станции дежурный отказался. Вы нам расскажите, какая нагрузка на эту станцию идет? Без понятия. Ничего не знаю, ничего не увидел, ничего не слышал. Вы с чем занимаетесь? Вы сейчас чем там занимаетесь? Чем и вы. Хватит нам говно сливать в Родионовку. Каждый вечер течет. Этот коттеджный поселок в Юрьевце находится в низине. От застоя сточных вод, говорят люди, разрушается и дорога. Особенно весной грязь обочина не засыпанная. Как только весна начинается, весь асфальт шевелится. Сточные воды не уходят. Большие машины ходят, грузовие, автобус. И все выдавливается. Эту дорогу местные чиновники заасфальтировали в 2010 году. Причем лишь после того, как местные жители обратились в прокуратуру. Но дорогу сделали, а тротуары не стали. В официальном ответе представители горадминистрации написали, что они здесь и не нужны. Вполне можно ходить пешком в один ряд по краю проезжей части. К слову, в этом поселке сейчас проживает 260 человек. И у многих дети в местную школу добираются как раз по этой дороге. Любовь Нежинова водит по ней четырехлетнего внука в детский сад. Каким образом я могу идти с ним в одну сторону? Идет большой автобус, идет огромный КАМАЗ. Мы просто идем минут 40-45 до места назначения чисто по каким-то закоулочкам. А когда грязь, дождик и так далее, вы сами себе понимаете. Это очень небезопасно. В мэрии нам ответили, что помнят про эту дорогу и, возможно, включат ее реконструкцию в бюджетный план. Сейчас идет формирование списка дорог и территорий, которые будут ремонтироваться и реконструироваться. И улица Родниковая, естественно, будет включена для рассмотрения. Где-то после июня месяца уже посмотреть, попала она в планы или нет. Что же касается юревецкой канализации, водоканали сказали, что действительно в наш съемочный день авария была. Но не на очистных сооружениях, а на водопроводных сетях. Произошел технологический отказ на сетях водоснабжения, непосредственно питающих микроампегановы. Соответственно, мупломер водоканал примерно с 16 до 18.00 провел аварийную установительную работу на трубопроводе без отключения водоснабжения и запустил трубопровод в работу. Но ремонтировать канализационно-насосную станцию все равно будут, причем за счет местных застройщиков. Уже в этом году здесь планируется установить новый напорный трубопровод и закупить оборудование для капитальной реконструкции в целом. Обновленная станция, по словам руководства Владимироводоканал, сможет перекачивать по 800 кубометров жидкости в час, что в два раза превысит мощность старой канализации.